Вы слышите этот звук непонятный? Да, вон та белая фигня, это когда-то был душ, но так как некоторые не любят лягушек, то уже, наверное, лет пять это не душ, но года четыре это точно. Четвёртое, скорее всего, лето. Ой, там какой-то кот чугой. Он у нас вторые сутки гоняет. На него орут, а ему пофиг дым, а он только пугается. Вообще никаких эффектов не приносит. Ой, я его увеличила. На идола смахивает такого деревянного. Сегодня ночью заходил, оказывается, соседке. Я думала, наш дядя Толин звать его Пушок. У Женьки был котик, который меня любил, не знаю, живой или нет. Его тоже Пушок звали. В общем, в шесть утра я проснулась от того, что что-то гудит таким, как корова бул. Оказалось, кот каким-то образом оказался дома, торчал в синях. Рыжий заходил в тот раз. В этот раз только в переноске у дяди Толи увидел кота. Закихкованный кот был. Потом кошка, наверное, вот эта же. Осталось только сиамской дяди Толиной прийти. И вот так сидит нагло на чужом огороде и хоть бы хны. Кошка, свали оттуда. Типа так и надо. Пошла на крышу в чериной сарайке. А птичка где хрен ее знает. И мой дуралей куда-то свалил. Медлоток. Продолжение следует... 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 Вообще, я думаю, этот кусочек видоса будет, наверное, интересен моему полу-сетевому приятелю из Питера Миша. Любит он всякую такую хренатень. 4 копейки. Серия уже нечитаемая. 50 грамм, по-моему. Да, по-моему, да, там никаких обозначений уже нету. Такая очень советская, очень доисторическая коробочка. Хотя нет, вот я сейчас рассмотрела, тут 303,74. Может быть, вам будет видно таким светосиренем 303,74 серия. Может, с 1974 года. 4 копейки. 50 грамм. Если кто-нибудь смотрит мой канал, такого советского конкретного времени, рождения, не застал вот такие коробочки или похожие, скажите мне, какого это возможного года. Буду очень признательна. Стрелочка зачем-то... Это то, что когда-то было фермой в моём детстве. А теперь местными, даже определённо конкретными жителями, разбираются на нужды их домов. Ломать не строить, фигли. Внутрь я уж не пойду. Я тут в халате, в сланцах. И хоть у нас плюс 26, но как-то в таком прикиде, мне кажется, сюда лучше не шастать. Хоть там, возможно, и сухо. Да и как-то... Одно дело ходить, когда она была рабочая, другое дело смотреть на то, как её раздолбали от года к году. Вот эта дорога прямо ведёт на перекрёстку, если прямо-прямо никуда не сворачивать. Остановки от Прилуг до Прилуг направо и налево. И со спиной, как я сейчас стою, к ферме, в город. Увидела я какую-то хрень. Сначала я решила, что это человек. Решила приблизить на фотике, чтобы узреть, что это. Это какая-то фигня вообще совершенно. По-моему, громыхает. Хотя тучек вроде как таковых нема. Это наша бывшая ферма. Приезжайте сюда, заведите коров, отреставрируйте ферму. Вот вам счастье. Я надеюсь, видно через зелень вот эти металлические или какие они там хреновины. Раньше там с одной стороны и с другой стороны была ткать, типа яма бетонная. И она должна была предназначаться под сено, но её так по назначению не использовали. Возможно, у меня где-то на старых плёночных фотках плёночного фотика с кодека остались ещё кадры. Как она выглядела. Ну, в общем, когда-то тут. Ещё в 99-м катца. Мой братец троюродный. Вообще, у меня много родней. Из Тюмени катца он. Пётр. Я тренировался в бомбинтон. Ну, вообще в пинг-понг, по-моему. Ну, что-то такое. Он занимался спортом, насколько мне известно. Хотя я сейчас что-то увидела, эту хрень и вспомнила. Вон там вот перекрёсток, если прямо-прямо, как вот туда вот, то можно поехать, если потом свернуть направо, на развилке, точнее налево, то можно поехать по круговой. Но в этом году я ещё пока не ездила, ездила, так как велик мне не привезли. Ни мой, ни старый тётин. Никакой. Вообще, я тут продолжительное время больше, чем на 3 часа. Второй раз тут приехала. Как-то вот так получилось. Из-за дождей. Ну, а если туда и уже направо, и на слегка перекрёстке тоже направо, то вот как раз вернётесь вон там, это круговая дорога. Раньше там были деревеньки всякие. Ну, а если повернёте, потом повернёте, и на полу перекрёстке резко направо, так, на 90 градусов где-то, то прямо пойдёте как раз в деревню. Welcome to hell, если хотите. Ну, и я не верю, что кто-то из вас вдруг решится. Сюда приезжала только два раза моя подружка, тогда ещё подружка, Ирка Матвеева, когда мне 16 лет было. В 2000 году два раза. Ещё при дедушке. А так больше никто не лихнул. Точно гром. Интересно, его слышно было на камеру? Только что долбился. Соседи разбирающие ферму приехали. Кажись, распустилась липа окончательно. Надо успеть собрать то дождя, то потом бесполезная будет. Не вся что радует. Ибо после дождя, если она распустившаяся уже была, точнее, она распустилась, пошёл дождь, то после этого она уже никакой пользы не несёт. Так мне сказала бабуся моя. Ныне уже несуществующая. Дыра в тыньке плюс 28. Злобные пёны согнули меня с камака. И вот тут у нас животное балдеет. Пчеловодная шапочка. И вот те самые вышивки по бусины, о которых я в каком-то видео говорила. Попробую потом заснять при свете более ярком. Сейчас где-то около 5 вечера. из-за того, что пчёл слегка раздраконили, да и вообще жарко, на улицу они меня не пускают. Одну я слегка всё-таки прибила, наверное, надеюсь. А может и нет. А другую нет. А возможно, это всё та же, которая пыталась меня укусить в волосах запутавшись, но потом выпуталась и куда-то свалила. Если вы вдруг решили, что кому-то вы, наверное, было слышно, как мой телефон пукнул, смс-ка, неинтересны, решили не предупреждать заранее за неделю, что вы куда-то сваливаете, то есть где-то процентов 99, что вы решили неправильно. И на вас потом обидятся, что вы не сказали, что куда-то свалили, а потом вообще несколько дней не выходили в сеть. Хотя не выходили в сеть не потому, что не хотели, допустим, а потому, что с сетью была проблема. Тишка. Тишка. Ему мясико вчера привезли. Сирого. Или вареного, фиг знает. шла за мной до середины фермы. Кис-кис-кис-кис-кис. Еще птички какие-то. Я их видела, но, наверное, вряд ли засниму. Да, кстати, мне тут сосед подарил велик на летнее временное пользование. Первым об этом узнал наш няшный японист. Вот она. Может, видели вы ее? Что это за птички? Что это за птички? комары блин жрут и это сейчас тут вечер около восьми по восьмого и она 27 теньки а давай просто шока надо жаль видео не все их передать запах тут дикие розы от моей знакомой бабульки из ескина куда меня сегодня гонял черт на велике чем не презентовали травяной сбор из германии из гамбурга наверно отдельно обозрю и еще один сбор с алтая с курицкой чаем которые давно хотела попробовать я не знаю курильский чай мне раньше сказалось что это тот самый кипрей ну точно не уверена так как я сейчас с очень крутым интернетом и до среды я еще тут тут могу узнать только завтра а этот товарищ у нас сегодня аж до без 15 10 торчал на улице я уезжала думала он дома но так нигде не обнаружился дом закрыла приехала он оказывается куда-то заныкался и спал два часа он был без меня на улице а потом решил что ему прям не есть не пить а вот хочется быть на улице всю ночь так как у нас есть возможность что собаку могут отпустить у соседей или там еще какой-нибудь кот нему придет я сегодня никто к нему не ходил на наше счастье с ним то все равно есть какой-то риск ну и как-то домашнего кота оставлять на улице на ночь мне слегка стремно да он там вот видно синий кусочек и двери дырочка это еще дедушка делал для первого моего кота черного который 11 чем-то лет жил и благодаря одному уродливому соседу который уже давно не живой вот у нас заболел и помер потому что сосед умудрился от большого ума бил нашего котика когда тот уходил гулять но есть такие люди уроды впервые я стала на ту бареточку и надо сюда вот забралась чтобы самой посмотреть иван заснять тут лип у меня соседствует с киприем который я конечно не скручивала но я так уже третий или четвертый год делаю 2015 окажется у меня получается все равно ферментированным но иногда вот половина на половину ферментированным также его мну но процесс вот когда его надо скручивать совсем в такую тугую трубочку меня он заменяется просто сжатием иногда его тут шелушу ну что что-то уже подсохла что-то еще нет раньше на этой фиговине дедушка ее делал и сушили грибы ну в основном грибы или ягоды да вот у нас такая трещина в печи если в свое время ее заделали замазали сейчас вот такой трещины не было сейчас уже это бесполезно замазывать ну и по совету тети которая у меня вчера приехала сегодня уже уехала и я решила вот сюда вот засунуть поставить сохнуть липа которая сегодня не успела собрать все днем было очень жарко а вечером меня погнал черт как раз прокатиться к тете варе и на втором этаже вот как раз мята которую на мне презентовала сегодня но тут я поверх уже положил потому что всякие разные цветы у меня на отдельных бумажках сохнут вот эта штука как раз вставлялась раньше еще дедушка вот сюда давно еще моем детстве на ниточку сажал грибочки вот сюда эти ниточки вешал но и в дворе да они сохли ну и у меня тут так сказать не то чтобы мусор но мелкая всякая фигня вот как раз опадает сюда и такой без слухи чай получается получится я думаю сгоняй не сгоняй экибарин улегся я даже не сразу поняла где он находится тише вот как ты не совестно стол за ним не то чтобы едят нужно есть на нём принципе готовят чуть не сказала жрать рядом ножик ты практически на нем лежишь курицу старая жена грудку куриная ты пошел отсюда давай 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 нехер тут на столе делать давай вали отсюда не ну вообще как-то носики сказали что на моё что я не пускаю кота на кухню что какой-то там сам вел или типа того когда чуть ли не на стол пускают а потом когда у меня кот в тарелочке хавал водоросли мне просто было любопытно заметит у меня или нет поэтому решила заснять то они чуть стали обсуждать уже что это плохо сон лопает водоросли на столе уже определились бы что ли у нас плюс 25 и жуткая влажность дышать просто невозможно вот в парилке дома на пару градусов меньше 20 с какой сегодня 30 сегодня у нас 30 июля батарейку заряд батарейки хоть и держит шикарно сейчас только две полосочки вот стало потому что я как приехала так его на зарядку ни разу не ставила вообще ноутбуком пока не пользовалась зато почитала книгу гамаке два года такого не делал забыл уже как это выглядит та самая розочка я ее можно сказать просеяла вот то что досталось это мелкие частички кипрея и малюсенькие совсем лепесточки роз я думаю просто оставить может потом заварю потому что первый раз когда у меня просеивался естественным путем может так кипрей ну я показывала эту установку обратно на печку снимала и потому что печки мусор сжигала и сейчас обратно на печку установила и видели наверное такие маленькие сеточки металлические через них как раз просыпался основной такой мусор я вчера выкинула хотел сначала с липой немножко там липы было и кипрея сейчас вторая уже партия липы у меня сохнет то уже часть тетя часть мне но и просеивалась тут вот через эти дырочки всякий такой мусор мелкие какие-то листочки я сначала думала что может их просто заварить ну попробовать кипрея с липой вот только что высушены да почти засохшие уже думаю сейчас он уже день два ну полтора максимума он уже высохнет совсем естественным путем практически тут чуть-чуть печка еще совсем немножко поможет я надеюсь но и я то думала что вроде как это попробовать кипрея с липой не помню делала так или нет но и заварила и там у меня сразу всплыло несколько всяких таких жучков непонятной фигни я поняла что в принципе мусор вылила общем его а сейчас уже просто уже вторая такая просейка пошла думаю ну что я тут все меняла вчера местами роза как раз хочу положить посушить саму печку у меня хлеб с чаем который я потом наверно все-таки отдельно обозрю постараюсь как-нибудь понять как на что поставить чтобы в камеру влезть хлеб я вот думаю у меня лишь не получается думаю свести теть валя сегодня надеюсь погода позволит но это у меня наполнитель код потому что как сказала тетя уже совсем приучился горшку и он реально он гуляет на улице прибегает в туалет домой и вот такой вот я подносик нашла не знаю с чего он не магнитится совершенно я бы его себе домой забрала он наверное у нас или когда-то стоял под самоваром или рядом с самоваром под самовар наверное он другой был поднос это был поменьше самовар сейчас у моей сестры младший ну и вообще я себе наверно когда-нибудь у нас когда-то давно по-моему отец покупал электрический самовар я хочу наверно как-нибудь себе может быть куплю себе самовар чисто вот так это для выпендрежа уж совсем в чайную коллекцию да уже этот чай по-русски у меня какой-то журнал и на нем это все вот стоит я думаю вот этот подносик захапать себе домой вот так я думаю видос у меня вот так весь сшиваться сегодня хотела до прилуковануть но у нас погода не совсем позволяет то выглядит дождь пойдет и как-то пилить и далеко на не совсем родном велике тоже как-то не очень хочется обзор одного пакетика не состоится по причине сожжала моль я все никак не могла понять понять что за хренатень там такая на ленточках налиплена но у человека он вообще я люблю тетя валяна хорошая женщина но иногда она меня поражает не лежала вот это вот все счастье аж 2014 года но и сроком она до сентября этого года ну в общем не попить мне все же не хотела попробовать курильский чай и вот облом меня сегодня ждал вот такое вот действо там полностью по моему прожрала это мой все я хотел сначала высыпать думаю ну может по вначале какая-то мой но мой тут по ходу дела везде чем если у кого-нибудь там есть курильский чай или где-нибудь его можно приобрести или как он выглядит я раньше думала что таки при так называли но в общем если я все-таки ошибаюсь это разные травки я буду рада если вы мне там где-то можно приобрести допустим я смотрю там насики кстати вот да кстати вот в этой штучке вообще-то это деревенские яйца совершенно там не родственник наш второй раз уже мой приезд удает десяток они вообще изначально были и белые и желтые у меня вообще сейчас завтрак поздний я кота накормила слегка убралась а сама еще как-то не доширупила поесть вот кстати вот та самая сода моя тетя сказал что ничего не будет но она вроде как это бессрочная вот в соте кстати нет но у нас в деревне вообще никогда не было моли поэтому мне как-то не хочется разводить ее тут в различии укрича после бабушки я все выгребла все вытрясла но потом в какой-то момент все равно мой появилась а тут вообще никогда не было этой моли поэтому как-то не хочется даже начинать ее разводить нефиг избавиться ну и вспомнила сейчас про насиков они там что-то вякали что я там все попрошайничаю блин одно дело попрошайничать другое дело сказать но если все не против такого подарка да хотя на сети они все каждое слово перевернут с ног на голову я оказывается по их словам полгода уже квартиру подаю на самом деле всего лишь три с половиной месяца ибо в право наследия мы только в апреле вступили и бабушка у меня все-таки в ночь на 12 ну по моим меркам без 10 12 11 октября она умерла хотя в милиции зафиксировались слегка чуть позже да то уж не знаю почему с чем это связано на 10-12 минут на милицию то мы тогда очень долго ждали то у вас кто-нибудь умрет да вот вообще просто умный человек вызвали милицию да и фиг милицию туда ждешься может там тогда вообще часа два наверное ждали мне уже уехала почему я тут немножко упомянула но у меня с телефона иногда грузится мне скучно я так тыркаюсь куда-нибудь потому что у меня кроме контакта с телефона вообще практически ничего не грузится а иногда как-то хочется в мир иной выйти я тут все руку держу на чаем и я вообще у меня тут даже ноутбук не включала решила себе отдых такой устроить тут вообще очень много всяких ягод на может залить это водой и потом ноги в тазике подержать процедив предварительно все это ну что так-то ну типа супер витаминная даже по составу я в прошлом году хотела собрать боярышника на черта 3 классе его мало как-то было так что кстати вот липа на удивление она у нас пару дождей пережила но может из-за того что они постепенно в этот раз открываются цветочки она до сих пор все пахнет вот такая трагедия века на мешочке малей кстати нету есть только на ленточке и вот внутри но там я так поняла что это эти как-то куколка молили чего это но это можно в принципе в печке сжечь это видать сбербанк дарил чего-то такое кстати диван двухсотлетний ну и вот мешочек я может что нибудь уберу я так сказать конкретно так изучить на присутствие всяких там организмов не в штатных холодильник заработал что у меня тут есть некоторые растения которые лучше бы сразу какую-нибудь мешочек убрать на мешочках этот раз собой я не взяла вот так дабы можно разводить и мелкий мусор немного все-таки сжечь но часть я немножко плела и залила водой не знаю что там получится все жалко очень ночью я поговорила про тетю валю он про ее забывчивость она как-то из японии приехала часть таких сувениров не отдала там года через два или как-то так отдают значка тетку площадка кипит и конфетами странными значит ну просто как вот у коробочка конфеты такие вот типа конфетки нет это горит морковная конфета это еще там что такое было на горит она изначально горит мне тем-то было год два года спустя на мне выдала эту какую-то водоросль из китая типа чипсов таких из водорослей а это значит конфеты такие годичной давности говорит изначально они говорит брек типа как мармелад ягод про них забыла такой коробочкой часть говорит две коробочки одну говорит пара дня там пустила одну говорит тебе оставила я забыла как привезла на следующий год но они они вкусные были но они такие специфические потом уже узнала что не слегка это типа просрочен или как там я уж не знаю она нашего япониста спрашивать про их конфеты японские но вот а некоторые были такие как морковные пластиночки она все помню возмущалась что бедные японцы у них там ничего такого нету ничего не растет только одна морковка из которой можно сделать конфетки что они типа делают из всего что под рукой пытаются типа сделать сладость но тут чай оказался фиг с ним шоуна то у него еще полтора месяца оставалось до процента это его и кончины но жалко что он именно море был пожраный яблочко все их тут пять видела это уже слегка потрескалась я не помню какого они цвета должны быть вроде бы красненькие вот сейчас уже не помню где они еще располагались комары меня зажирали и за 10 дней внезапно но сейчас пока 9 я тут уже слегка подустал внезапно тоже вообще все зависит от настройки если настраиваешься на определенное время то как бы так и есть велик который мне пожертвовали во временное пользование улей свеже крашеный красила не я чириная сарайка я хотела заснять немножко пчел вообще убить двух зайцев потому что надо было посмотреть на действие некоторых одного определенного улья ну и заодно заснять хотела вам не знаю как вам не так слышно что они шумят но по-моему тот который под вопросом стоит себе и никто из него не выключивается разница крыш он тут светло-зеленый вон там это бабушкиного брата сурика у нас такие вот примерно были в принципе они же есть тот углу желтый улей такой под дерево деревянной да но они все деревянные это не наш это родственники там некровные птички пролетели ловили рая но я так поняла что он сейчас пустой и какой-то тут еще улей тоже пустой насколько я помню если пчелы выкучиваются то значит их можно уже подоить скажем так блин комары жрут да под до слетающий рай и щапочка все таки комары наглые животные жрут и жрут приеду вся в укусах практически отставка тубич магазин сейчас где-то пол девятого уже вполне себе летают но меду в этом году мало вот вам котика трактор поехал куда-то судя по всему бочки прудовая вода как же жрут комары наглービо а 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 Продолжение следует...